Спонсор службы новостей – офтальмологический центр Крофт-Оптика-М. Здравствуйте! В эфире телеканала «Карибу» служба новостей. В студии работает Анна Корнетова. Коротко о главных темах выпуска. Праздничные мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошли на Колыме. Магаданцы почтили память павших и поблагодарили ветеранов. Акция «Бессмертный полк» собрала около 8 тысяч горожан. С каждым годом желающих почтить память близких становится все больше. О перспективах развития авиаперевозок в летний период говорил губернатор на традиционном брифинге в правительстве области. Образ ведущей создан стилистами салона красоты «Дольче Вита», расположенного по адресу проспект Ленина, 16. Начало этой недели ознаменовалось чередой праздничных мероприятий, посвященных 72-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне. В понедельник, 8 мая, в Сквере Победы прошла церемония «Мы помним, мы чтим». Магаданцы собрались у монумента «Узел памяти», чтобы вспомнить героев той страшной войны всех тех, кто не дожил до этих лет. Первые лица города и области, ветераны Великой Отечественной войны, сотрудники силовых структур, военнослужащие, студенты и школьники приняли участие в торжественной церемонии. Мэр Юрий Гришан обратился к присутствующим, вспоминая подвиг тех, благодаря кому мы живем на этой земле. Сегодня в Магадане живут фронтовики, труженики тыла, жители благатного Ленинграда, узники концлагерей, вдовы ветеранов войны. И мы отдаем им дань уважения и чтим их ратный и трудовой подвиг. Губернатор области Владимир Печеный призвал участников митинга отдать дань уважения ветеранам, которые живут рядом с нами и тем, кто не вернулся с полей сражений. Память заставляет ценить жизнь, которую завещали нам отцы и деды. Это чистое небо и солнце, смех детей помогает понять, как хрупок мир, как важно уметь его защищать. Молодое поколение, чьи деды и прадеды защищали нашу родину в те трудные годы, знают о войне из их рассказов, учебников истории и кинематографа. Но несмотря на то, что с того времени прошло уже более семи десятков лет, они продолжают хранить память о героях в своих сердцах. Спасибо вам за то, что мы не видели тех ужасов и страданий, которые пережили вы. Мы восхищаемся мужеству и героизму, стойкости и верности, огромной волей к победе. Стоя у памятника русским воинам, каждый раз испытываем благодарность за чистое небо у нас над головой. О погибших была отслуженная лития, участники митинга почтили память павших минутой молчания. Вслед за ней прозвучал оружейный салют. В конце церемонии магаданцы возложили цветы к подножию монумента «Узел памяти» как дань уважения к подвигу народа и благодарность за счастье жить под мирным небом в свободной стране. Анна Корнетова, Игорь Раченко, специально для Службы новостей. Ненастная погода в понедельник не помешала магаданцам присоединиться к акции «Свеча памяти», которая прошла вечером в Сквере Победы. Сотни горожан пришли вспомнить тех, кто отдал свою жизнь ради будущего своей страны, родных и близких. Акция объединила всех, от мала до велика. Тех, кто участвовал в войне и кто знает о ней из рассказов старших. Представители всех поколений пришли почтить память героев, сложивших головы в кровавых боях той страшной войны. Ради них были зажжены свечи и лампадки, как символ скорби, уважения, благодарности и признательности. Мы преклоняем колени. Магадан скорбит о жертвах Великой Отечественной войны. В этот вечер Сквер Победы пылал огнями, огнями памяти. А магаданцы молчали и вспоминали ушедших героев, всех, от рядовых до генералов. А сейчас Ирина Любимова расскажет о самых интересных событиях в стране и за ее пределами. Ира, мы тебя слушаем. Здравствуйте. О событиях в России и за рубежом по данным информационного агентства ИТАРТАС. Акция «Бессмертный полк» прошла во многих городах Европы. В Варшаве в шествии приняли участие более 200 человек. Жители Польши и российские соотечественники возложили цветы почти в память павших минутой молчания. Легендарный автомобиль комсостава Красной Армии «Эмко» – личная машина маршала Георгия Жукова и еще около 50 единиц отреставрированной энтузиастами техники времен Великой Отечественной войны стали участниками Парада Победы в Самаре. Совершающий в одиночку кругосветное путешествие мотоциклист из России Олег Харитонов завершил африканский этап и вылетел из ЮАР в Аргентину. Ему предстоит преодолеть Южную и Северную Америку – от мыса Горн до Аляски, а затем проехать всю Россию до Москвы. 46-летний Олег Харитонов планирует вернуться домой в августе 2018 года. В латвийской столице состоялась торжественная церемония награждения отличников ежегодной международной культурно-образовательной акции «Тотальный диктант». Абсолютной победительницей стала ученица 9-го класса одной из рижских школ, которая написала текст без единой ошибки. Традиционный военный парад в честь окончания Второй мировой войны прошел в бразильском городе Рио-де-Жанейро. Этим мероприятием единственная страна Латинской Америки, которая воевала в Европе на стороне антигитлеровской коалиции, в очередной раз отметила памятную дату и поздравила своих ветеранов. На этом у нас все. И помните, новости ближе, чем вы думаете. И, конечно же, самое торжественное и важное для многих колымчан мероприятие – Парад Победы. Тысячи горожан приняли участие в праздничном шествии. Поздравляю вас! Всего доброго и лучшего! Победы! Великой войне! Ура! Ура! Чествование героев началось с торжественного построения парадных расчетов. По центральным улицам города с строевым шагом прошли колонны представителей военного гарнизона, силовых ведомств и военно-патриотических организаций. Парад принимал начальник Магаданского территориального гарнизона Юрий Бармотин и колымские ветераны Великой Отечественной войны, которым были отведены почетные места. Армейскую выправку продемонстрировали отряды особого назначения ОМВД и ОФСИНа, спецназы судебных приставов, военных связистов, кадетов и юноармейцев. Под звук строевого шага ветераны вспоминали, как сами маршировали 9 мая 1945-го. Судьба такая, что мы прорвались, нас пощадила, которая с косой. И спасибо всем за то, что мы живы, что мы дожили до этого дня. Всем желаем здоровья, благополучия и долгих лет жизни. Шли, конечно, по дорогам войны 1418 дней. Поливали кровью наши. Но плечом к плечу весь наш многонациональный народ выдержал эту победу. Мужеством и героизмом, большим потерей. 27 миллионов, конечно, это было много. С особой гордостью участники войны говорят о победе. Ведь они шли к ней долгих 4 года. Многие из них в боях потеряли родных, близких и друзей. Конечно, дорогой ценой достался. Но все же победу сделали. Тяжело. Досталось. Победили. Всем врагам назло. А самым трогательным и волнующим мероприятием парада победы стало шествие бессмертного полка. В этом году в акции приняли участие около 8 тысяч колымчан. Это рекордное для Магадана количество людей, которые захотели увековечить память своих родных и близких, на долю которых выпала Великая Отечественная война. В руках участников акции фотографии тех, кого сегодня с нами нет. Кто отдал собственные жизни ради мирного неба над головой. Чей подвиг навсегда сохранится в истории и в наших сердцах. А пока мы помним, они живы. Финальным аккордом Дня Победы стал праздничный салют. Яркие красочные фейерверки осветили ночное северное небо на радость взрослым и детям. Анна Корнетова, Игорь Радченко. Специально для Службы новостей. На традиционном брифинге глава территории рассказал журналистам об актуальных проблемах и вопросах, стоящих перед властями области. Среди них перспектива развития авиаперевозок на ближайшее время. Авиакомпания «Вимавиа» в самое ближайшее время в связи с увеличением собственного парка техники и спроса в перевозках в летнее время наращивает количество рейсов в Магадан. Теперь эта авиакомпания будет совершать полеты в аэропорт «Сокол» ежедневно. Всего у нас будет, вот уже начиная с ближайшего периода, выполняться 11 рейсов в неделю всеми авиакомпаниями, которые выполняют рейсы «Магадан-Москва». Это достаточно большое количество мест, которые получают магаданцы, колымчане для того, чтобы использовать этот маршрут, в том числе и субсидированные места, субсидии, которые выделяются на это правительством Российской Федерации, я надеюсь, будут полностью использованы. Субсидированные билеты продаются и на другие авиакомпании, и не только до Москвы, но и других городов России. Кроме того, губернатор добавил, что в настоящее время идет работа над договором с авиакомпанией «Алроса», которая будет в летний период выполнять один рейс в неделю по маршруту «Магадан-Симферополь-Магадан». На сегодня у нас все. Далее вас ждет информация о погоде. Смотрите телеканал «Карибу». Скоро будут новости. Здравствуйте! 11 мая в Магадане будет облачно временами осадки. Ночью столбик термометра опустится до нуля градусов, днем потеплеет до плюс пяти. Ветер северо-восточный 1,3 с порывами до 8 метров в секунду. А теперь о расписании приливов и отливов. 11 мая полная вода в 2 часа 21 минуту и в 15-13. Малая вода в 8,39 и в 20 часов 52 минуты. Тем временем жители Майами наслаждаются солнцем и температура воздуха там достигает 31 градуса тепла. А я напоминаю, что спонсор прогноза погоды – магазин «Электрокомплект» на Берзина-12. Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. «Электрокомплект». Больше не нужно ломать голову над решением технического оснащения. Мы собрали электрооборудование и электроинструменты вместе. «Электрокомплект». Берзина-12. Телефон 63-93-03. Вы ведете активный образ жизни, но у вас близорукость. Для тех, кому некомфортно в очках, Крофт-Оптика представляет окей-терапию. Ночные линзы за время сна, корректирующие близорукость. Вы надеваете их только на ночь. Линзы создают гидродинамические силы, которые изменяют толщину эпителия роговицы. Эти микроскопические изменения создают такие условия, что утром, вынимая линзы, вы хорошо видите до следующей ночи. Ночные линзы работают, пока вы спите. Крофт-Оптика. Телефон в Магадане. 62-85-47. Субтитры создавал DimaTorzok